Доклады стихотворения Мандельштама Ломарк После перерыва с конца июня 1931 года по начало мая 1932 года Практическая молча Мандельштам вернулся к стихотворению, написав стихотворение Ломарка Персонажи спускаются по метафорической лестнице живых существ Жан-Батиста Ломарка Преодолевая шаг за шагом дистанцию, отделяющую человека от простейших организмов Конспект этой фабулы содержится в путешествии в Армении В обратном нисходящем движении с Ломарком по лестнице живых существ есть величие Данта Низшая форма органического бытия – ад для человека, конец цитата Два процесса, показанные в Ломарке – спуск по лестнице и инволюция Суть один и тот же процесс Первый из них – метафора второго Следовательно, в отличие от своих литературных предтеч, Данте и Вергилия Поэты и его провожатые, Ломарка, не могут быть сторонними наблюдателями Они должны сами претерпеть все регрессивные метаморфозы От Ломарка более поздним вещам передалась позитивная перефокусировка Известного воззрения Максима Нардау на симэстезию как симптом деградации Обсуждаются они от Артура Рюмбо-Гласной с его программным синкретизмом ощущений Пишет Роман Давыдович Туменчик Нардау вспомнил моллюска-комнеточца Хулада, который видит, слышит, осязает, обоняет одну часть тела Следовательно, символизм по Нардау является ретрогрессией к самому началу органического развития Человеческого совершенства на уровне моллюска От сознания человека к сознанию устрицы Хотя Анинский писал в 1903 году в проекте предисловия к своей первой книге стихов Напечатанном в журнале «Аполлон» в 1911 году Не думая, чтобы кого-нибудь еще дурачили фуллады Макса Нардау или обижал его жирный смех Память о глумливой биологической метафоре долго жила в подсознании модернистической поэзии Вплоть до демонстративного подъема брошенной перчатки в Мандельштамском Ломарке Конец этапы Казалось бы, Мандельштаму не перестало обижаться за Римбо, чью цветовую азбуку он и сам обозвал идиотскими временами Но, может быть, к моменту создания Ломарка он успел изменить свое отношение к цветовой азбуке Придя к убеждению, что она, пусть с оговорками, наследует великим открытием Данте, о которых он вскоре напишет Задолго до азбуки цветов Артюра Римбо, Данц опряг краску с полногласием членораздельной речи Но он красивый текстильщик, азбука его, алфавит развивающихся тканей, окрашенных цветными порошками, растительными красками Его порывы к краскам скорее могут быть названы текстильными порывами, нежели алфавитными То, что в Ломарке Мандельштам вступается за Римбо как преемника Данте, подтверждается более ранним мотивом потери зрения и слуха в цикле Армении Где эта потеря тотчас оборачивается обретением некоего синестетического канала восприятия Причем наделяется звучанием одна из тех растительных красок, о которых Мандельштам напишет, что они впервые зазвучали благодаря Данте Ах, ничего я не вижу, и бедное ухо облухло Всех-то цветов мне остались лишь сурик, да хриплое ухо Вектор движения по лестнице в Ломарке сверху вниз И, соответственно, последняя ступень, которую намерен занять рассказчик, нижняя, по аналогии с последним кругом Дантова Ада Но, повторюсь, спуск метафоричен, а реальный только метаморфон Этим обеспечивается формальная мотивировка присвоения функций движения самой лестницы В 1932 году, когда Ломарк был написан и опубликован в Новом мире Образ подвижной лестницы, по наблюдению Григория Фрейдина, канонтировал с будущим московским метро Строительство которого началось годом раньше Картина взаимной переходности животных и человека, словно бы движущихся навстречу друг другу по лентам эскалатора Опирается на догадку о литературных истоках теории Ломарка, высказанных в путешествии в Армению Цитирую Действительно, бывает, что в баснях приобретение либо утрата признака идеологически переносится с индивидом на целый вид Попытку такого переноса, правда, чипную, мы найдем без хвоста лисиц у Лофонтена Но примитивно к сюжету Ломарка значима еще одна более фундаментальная конвенция басни В обличии животных в ней представлены человеческие типы У Лофонтена можно даже встретить обнажение этого приема Например, басня «Спутники Улиса» построена на двойном парадоксе Человеческие пороки проявляются благодаря превращению людей в животных И дальнейшему нежеланию вернуть себе человеческий облик Как раз в антропоморфности описаний животного мира и упрекала Ломарка марксистская критика Илья Захарович Серман приводит характерный пассаж из предисловия к советскому изданию философии и зоологии 1935 года Выделяющий в учении Ломарка то, что он отводил большое значение таким понятиям, как привычка, потребность, усилие, внутренние чувства То есть таким проявлениям, которые реально связаны с жизнью человека и плохо вяжутся с явлениями, из которых слагается жизнь растений и животных Согласно Серману, эта трактовка полностью совпадает с Мандельштамовской, отличаясь от нее только в оценочном аспекте У Мандельштама этапность спуска действительно отображает лестницу живых существ Ломарка Спуск включает в себя два отрезка Первый из них отведен под метаморфозы, которые фиксируются их субъектом, пока еще сохраняющим канал восприятия Как физические впечатления К кольчицам спущусь к усоногим, прошуршав средь ящериц и змей По упругим сходням, по излогам сокращусь, исчезну, как протей Роговую мантию надену, от горячей крови откажусь, обрасту пересосками и в пену океана завитком попьюсь В одних научных изданиях слово протей печатается со строчной буквы, как зоологический термин В других по журнальной публикации, с прописанной, как теонем Кажется, интерпетаторы этого образа, как, впрочем, вообще ламарка, до сих пор не вспоминали про советски настроенного и активно печатавшегося в СССР в 20-е годы Нью-Ламаркиста Пауля Каммерера, который ставил опыты на земного, в частности, по стимуляции развития глаз у протея, разновидности саламандры Путем его помещения в неестественную для него освещенную среду В обвиненных фальсификациях со страниц журнала Nature Каммерер покончил с собой в 1926 году В путешествии в Рамению Мандельштам упоминает мимоходом, что Борис Кузин имел какое-то прикосновение к саламандрам знаменитого венского самоубийца, профессора Каммерера В комментарии Павла Нерлера сообщается, что Кузин и его коллеги Смирнов и Гермель посвятили Каммереру коллективный сборник очерки по теории эволюции 1924 года После его смерти, в связи с выходом в прокат в 1928 году кинокартины саламандры, подписали письмо шести биологов «Мы, лица, имевшие наиболее прямое отношение к доктору Каммереру, считаем своим долгом заявить, что ни с точки зрения личных отношений, ни с научной точки зрения содержание фильма не имеет ничего общего с тем терапическим эпизодом, который нам пришлось пережить в позапрошлом году, известия 28-й год, 19 декабря» Опубликование в центральной газете этого открытого письма было весьма решительным и незаурядным поступком в свете того, что насквозь идеологизированный фильм Григория Рошаля «Саламандры», основанный на биографии Каммерера был снят по сценарию, написанному при участии Луна Чарского, тогдашнего наркома просвещения, который, к тому же, сыграл в фильме самого себя Более того, поступок этот, независимо от его мотивов, в стратегической перспективе был заведомо невыгоден подписанцам, ведь фильм-то был направлен на укрепление позиций неоламракистов Своим заявлением они инспирировали конфронтацию с собственными идеологическими союзниками за пределами научного мира, представителями власти и пропагандистской машины Весьма вероятно, что спустя менее чем два года биологи, на тот момент уже гонимые, сдружившись с Мандельштамом, обсуждали с ним и фильм, и свой коллективный против Есть и признаки знакомства Мандельштама с самим фильмом Уже его название задает символическую аналогию между главным героем, прогрессивным венским профессором Карлом Цанге, и объектом его новаторских экспериментов, пятнистой саламандрой Этот параллелизм закреплен целой вереницей мотивов Так, например, оклеветанный, опустившийся Цанге за мерзависть керосина, снимает с себя пальто и закутывает им террариум со своими саламандрами А после попытки самоубийства его возвращают к жизни сообщение, что у этих саламандр, изначально желтых, но принявших темную окраску после перенесения на темный грунт и более вылаженную следу, родилось такое же темное потомство Ранее, представляя аналогичные результаты с помощью учебного мультфильма на своей лекции, Цангин провокационный вопрос «Что же из этого следует?» С вызовом отвечал, что консервативная вера в наследственную аристократию опрокидывается жизнью на каждом шерме Отголоски этой стержневой линии фильма слышны в следующем отрывке путешествия в Армению Должна быть величайшая дерзость, беседовать с читателем о настоящем в тоне абсолютной вежливости, которую мы почему-то уступили мемуаристам Мне кажется, это происходит от нетерпения, с которым я живу и меняю кожу Саламандра ничего не подозревает о черном и желтом крапе на ее спине Ей невдомек, что эти пятна располагаются двумя цепочками или же сливаются в одну сплошную дорожку в зависимости от влажности песка, от жизнерадостной или траурной оклейки террали Но мыслящая Саламандра, человек, угадывает погоду завтрашнего дня, лишь бы самому определить свою расцветку Примечательно, что вышеприведенная цитата о прикосновении Кузина к Саламандрам Вводится как один из признаков того, что Кузин ни в коем случае не был книжным червеном Но вернемся к Ламару На втором отрезке спуска одна за другой утрачиваются функции восприятия, зрения и слуха Мы прошли разряды насекомых с наливными рюмочками глаз Он сказал, природа вся в разломах, зрения нет, ты зришь в последний раз Он сказал, довольно полнозвучие, ты напрасно Моцарта любил Наступает глухота паучья, здесь провал сильнее наших сил Этот сознательный отказ от зрения и слуха, считает Борис Гаспаров, ориентирован на пушкинского пророка Где, цитирую, обретение поэтом его сверхъестественного дара связано с мучительной трансформацией его обычных человеческих органов чувства Для романтической традиции 1-3-19 века популярным воплощением этой жертвы во имя трансцендентной миссии Стал образ ученого или художника, теряющего зрение или слух Но именно в силу этой потери, оказывающегося способным перейти на высшую, запредельную ступень познания Излюбленной фигурой, выступавшей в этой роли в романтической иконографии, был Бетховен Мандельштам атрибутирует данное качество Ламарку, который в конце жизни потерял зрение Конец цитаты Гаспаров почему-то не процитировал неканонический вариант правой слепоти Ламарка, содержащей обе части уравнения Ламарк выплакал глаза в зубу Его слепота равна глухоте Бетховену Было бы вполне естественно заключить, что Мандельштам просто эксплуатирует биографический факт потери зрения Который как нельзя лучше укладывается в его концепцию В самом деле, десятилетиями разглядывая микроскопические организмы, Ламарка слеп, но обрет сокровенное знание, то есть истинное зрение Анота и позволяет ему стать провожатым поэта во тьме биологической преисподней Однако у Мандельштама явственно слышна полемическая нота, особенно когда он приравнивает слепоту Ламарка к Бетховенской глухоте Дело в том, что Ламарку действительно пришлось, так по крайней мере гласит предание, снести публичную насмешку над своим померкшим зрением Напомню первый закон, сформулированный Ламарком в философии зоологии У всякого животного, недостигшего предела своего развития, более частое и более длительное употребление какого-нибудь органа укрепляет мало-помалу этот орган Развивает и увеличивает его и придает ему силу, соразмерную длительность употребления, между тем, как постоянное и употребление того или иного органа Постепенно ослабляет его, приводит к упадку, непрерывно уменьшает его способности и, наконец, вызывает его исчезновение Намекая на эту формулировку, Жорж Кювье, неутомимый научный противник Ламарка, будто бы заявил в 1820 году на диспуте в Академии Должно быть, ваш собственный отказ пользоваться глазами для того, чтобы правильно смотреть на природу, привел к тому, что они перестали функционировать Смысл этой насмешки заключается в том, что в действительности Ламарка слеп из-за напряженного изучения крошечных объектов А это формально противоречило его теории об утрате физиологических функций как результате его упражнения Сверх того, Ламарк в устах Кювье предстал пародийным делегатом от всей человеческой расы, включенным в свою собственную схему видовых изменений Этим Кювье обнажил главную причину неприемлемости ламаркизма с креационистской точки зрения, а именно неизбежную интеграцию человека в эволюционный процесс как логическое продолжение этой теории С некоторыми вариациями реплика, приписываемая Кювье, качует из одной научно-популярной книги в другую К сожалению, пока что мне не удалось найти ее на страницах издания, имеющего релевантную датировку Мандельштам, скорее всего, узнал о насмешки над Ламарком от своих друзей Биугл По-видимому, этот исторический анекдот отобразился и в фильме Саламанго В университете на доске объявлений сообщается о предстоящей лекции Цанги на тему «Внешняя среда изменяет наследственные задатки организма» Председатель Патриотического Союза студентов, принц Руприхт Карлштейн, указывая на это объявление И обращаясь к своим единомышленникам, изрекает «Университетская среда, видимо, не может искоренить в нашем профессоре наследственного пледения» Интеграция человека в процесс эволюции, логически вытекавшая из теории Ламарка, делает его предшественником Дармит Однако неоламаркисты, в отличие от дарвинистов, отвергали эволюционный детерминизм и диктат прогресса Они встречали шпаки и с дарвинистами, и ретроспективно с креационистами по одной и той же причине Из-за отрицания теми и другими значения индивидов в ходе естественной истории Любопытно, что Ламарк написан 7-9 мая, практически в 100-летнюю годовщину со дня смерти Жоржа Кювили Он умер 13 мая 1832 года Осознание о ростной связи между ламаркизмом и дарвинистом и стремление объявить это родство недействительным Стоят за мандештамским риторическим вопрошением о Ламарке Вы думаете, он также мирился с эволюцией, как научные дикари 19 века? Выпад Кювье, мандештам постарался обратить на пользу Ламаров Герои стихотворения перестали видеть непосредственно после того, как прошли разряды насекомых с наливными рюмочками глаз Как отметил Омри Ранен, образ рюмочки глаз восходит к термину «бокальчатый глаз», обозначающему разновидность органа зрения у беспозвоночника Бокальчатый глаз находится в бокаловидном углублении Среди более отсталых в эволюционном отношении беспозвоночных есть такие, у которых орган зрения расположен на плоской поверхности и такие, у которых имеется бокаловидное углубление, но нет органа зрения Применительно к этим последним, мандештам, похоже, употребил эпитет наливные Наливные рюмочки глаз – это незрячие емкости, подставленные для зрячей жидкости Смысловая пара к этому образу – глаза ламарка, выплаканные в лупу то есть ставши жидкостью и вылепшись из глазниц Лупа, направленная на зрительные органы насекомых, послужила тем каналом по которому глаза ламарка перешли от него ко всей совокупности насекомых наполнив их подставленные рюмочки Таким образом, процесс утраты и обретения функции спуска и подъема по лестницам это единый процесс, основанный на принципе дополнительности То, что утрачивает спускающийся по лестнице, в тот же миг достается движущемуся навстречу И наоборот, поднимающийся освобождает спускающегося от бремени ненужных функций, затрудняющих спуск Следовательно, ламарку было непременно нужно осветнуть Примечательно, что спуск, ведущий у мандельштама, не просто на последнюю ступень Но, по мере утраты органов восприятия, словно бы в недрах преисподней Вероятно, стало результатом наложения лестницы ламарка на геологические слои Которые исследовал никто иной, как Жорж Кювье, автор теории катастроф Роман Лейбов полагает, что импульс к написанию ламарка Мог исходить от хрестоматиного стихотворения Дмитрия Знабишина Кювье В связи с этим наблюдением высказывалось правдоподобное предположение Что текстом-посредником Мандельштама послужила книга Николая Данилевского «Дравинизм» В которой цитируется стихотворение Знабишинца У последнего обращают на себя внимание такие строки Их-то и выделяет Лейбов Создание всех пред ним мелькнули тени забытых преданиях на земле И он прошел подземные ступени, не утомясь и с думой начали Подземные ступени – это и есть геологические слои Каждый из которых, согласно результатам, полученным в Кювье Хранит кости ископаемых животных, отсутствующие в других слоях Впрочем, Мандельштам мог и непосредственно ориентироваться На перенесение понятия «лестницы» у Ламарка на объект изучения Кювье Такое непроизвольное перенесение, причем с сохранением ключевого слова «лестница» Мы находим у любимого Мандельштама Герцена в былом и думах Цитирую «Наружные признаки и явления финансового мира служат для него, для Прудона Так, как зубы животных служили для Кювье, лестницей По которой он спускается в тайники общественной жизни Он по ним изучает силы, влекущие больное тело к разложению» Конец цитаты Как сообщает словарь про Гауза и Фрона Кювье был сторонником постоянства вида и главным противником последователей теории эволюции Ламарк Сентелер Одержав над ними верх в публичном споре в Академии Кювье на долгое время закрепил в науке ошибочное представление неизменности вида Исследования Кювье над ископаемыми животными парижского бассейна Привели его к теории катастроф По которой в каждый геологический период имел свою фауну и флору И заканчивался громадным переворотом Катастрофой, при которой гибло на земле все живое И новый органический мир возникал путем нового творческого акта Конец цитаты Свою теорию катастрофы Кювье сформулировал в 1812 году Спустя всего три года после издания философии зоологии Ламарк Два этих события были узловыми в многолетнем противостоянии двух ученых Мандельштам в Ламарке выступает именно против теории катастроф Которая сводит все живое к очередной помарке Возникшей в один день и в один день стертой с лица земли Разумеется, теория катастроф неприемлема для Мандельштама И его Ламарка исключительно по нравственным причинам Эта теория может оказаться верной Но в таком случае необходимо противопоставить ей некое искупительное деяние Которое бы ее отменило Суть и смысл этого деяния подсказывается самой предпосылкой к выдвижению теории катастроф Ее автор исходил из постулата о неизменности видов Следовательно, для спасения видов от правоты кювье Необходимо сделать их изменчивыми, придав лестнице подвижной А последнее возможно только за счет собственного движения вниз Если все живое лишь по марке за короткий выморочный день На подвижной лестнице Ламарка я займу последнюю ступень Сквозь нормативное значение слова выморочный, безжизненный, оставшийся без хозяина То есть в нашем случае, видимо, богооставленный Просвечивает должная темология, сообщаемая соседством по марке Выморочный день – день, когда все виды были вымараны Тем самым креационистская картина природы предстает черновиком Где одни виды вымарываются, зачеркиваются слоем земли А поверх вписываются новые, более совершенные виды Которым тоже предстоит быть зачеркнутыми Как мы могли убедиться, спуск по лестнице обладает у Мандельштама собственной автономной мотивировкой Вместе с тем он органично вписывается в великий миф о нисхождении Которая осеняет всю историю европейской культуры И в том или ином специфическом изводе Неустанно трактуется Мандельштамом и взрастившая его литературно-интеллектуальной традицией Как пишет Омбри Ранен, биологическая фабула Ламарка Отчасти продолжает жертвенную тему естества у Гумилева И основана на универсальном и страстной точке зрения Трагическом противопоставлении высших и низших форм живых организмов Здесь предпосылкой служит характерно русский ответ на вызов неравенства Знаменитый отказ Белинского, адресованный Гегелю В письме к Василию Боткину от 1 марта 1841 года «Честь имею донести вам, что если бы мне и удалось Влезть на верхнюю ступень лестницы развития Я и там попросил бы вас отдать мне отчет Во всех жертвах условий жизни и истории Иначе я с верхней ступенью бросаюсь вниз головою Я не хочу счастья и даром, если не буду спокоен Насчет каждого из моих братьев по крови Костей от костей моих и плоти от плоти моей Конец цитаты Белинского и Ронена Спускаясь по своей лестнице, Ламарх Мандельштама совершает катабазис Нисходя ариали ури бусад реали В терминах Вячеслава Иванова Мотивировкой плавного перехода от нисхождения к восхождению Которую Мандельштам привносит в модели Иванова Служит вероятно космология Данте Согласно которой спуск на самое дно ада Это и есть путь к чистилищу и раю Без смены направления движения Поэт, утрачивая каналы восприятия И вероятно деградируя к состоянию Синтетического губастого глаза Из разговора о Данте Нисходит вместе со своим искупительным словом Которое расподобляется до проязыкового состояния До гласолали Тем самым слово поэта одновременно И возвращается в божественную музыку Как было в стихотворении Силентиум И превращается, минуя стадию постыдной речи В жвачку, как сказано в разговоре о Данте Если Дернадо Гадко и Нэнси Поллок Что заключительный образ Ламарка Гибкий смех Намекает на Бергсоновский основополагающий тезис Об эксклюзивно-человеческой природе смеха То вся финальная астрофа И подъемный мост она забыла Опоздала опустить Для тех, у кого зеленая могила Красное дыхание Гибкий смех Поддается когерентному осмыслению Подобно тому, как Данте Путь к восхождению Лежит через нисхождение Куста Луцифера Нисхождение с Ламарком Ад для человека Безвозвратно Однако сам этот путь Преобразуется в путь восхождения Зеленая могила Означает зарождение растительной жизни На могиле человека Красное дыхание Переход от растительного К животному состоянию То есть к взаимодействию Систем дыхания и кровообращения Наконец, преодолевая Инстинктивное стремление Расслышать в гибком смехе Диссонанс к жирному смеху Макса Нордан По Алинскому Можно понять его Как признак перехода От животного состояния Вновь в человеческом Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому